Гадкий я От громкого звука нельзя улететь. Это скорее будет звучать как землетрясение и перепонки пострадают, не более. Это распространенный миф, что египетские пирамиды находятся посреди пустыни. На самом деле по сторонам есть город и дороги. Пацан смотрит на пирамиды с правого окна, но в предыдущем и в следующем кадрах правая сторона автобуса не была освещена солнцем. Но пацан все равно на свету. На этом склоне у выхода автобуса пацан отпинал кучу камней, но в следующем кадре камней там вообще нет. А пацан, как обычно, он просто снял ремень, то есть ничего не нажимал. Тогда уж он должен был сняться сам, когда пацан убегал от мамы. Мама подошла к отцу, выбросив ремень с камерой. Теперь она в двух шагах от него и ремня с камерой уже нет. Формула ускорения свободного падения проста. Можно вычислить время падения. Если высота примерно 6-7 метров, то падать будет около 1,18 секунд. Что означает, охранник не успел бы произнести фразу до падения пацана. А, нет, там все интереснее. В этом кадре высота стала раз в 40 выше, чем в предыдущих кадрах. Закон Гука и закон сохранения импульса. Короче, невозможно прыгнуть на батут и улететь со скоростью выше первоначальной. Ну, только если ты своими ногами дополнительно не оттолкнулся, но к нему это не относится. А, пацан еще и поменял направление полета между кадрами. Мы явно чего-то о нем не знаем. Я не буду спрашивать, кто на высоте третьего этажа снимал пирамиду. Меня больше интересует, куда делись люди, автобусы и ограждения. Не, танки работают не так. Молния у Грю болтается после застегивания. Грю зачем-то завернул в сторону, хотя до этого явно шел по прямой. Мы их сможем украсть! Итак, мы сможем украсть! Опа! Нет! Нет! Просто нет! 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 Слушайте, тут такое дело, это... это был сильный удар, и... пока... мне придется заменить дул Кока, вот... а это значит, что мне придется поведать вам о World of Tanks. О боже, это моя первая интеграция, надеюсь получится. Игра, ставшая классикой своего жанра. Огромная фан-база по всему миру. Стримы, гайды, турниры и масштаб только растет. Ищешь катку по 10 минут на роли ДД? У World of Tanks удобный и быстрый матчмейкинг. И, да, ивенты здесь постоянно. Что мне очень нравится, так это отдача от разработчиков. Обновы тут, новости там, на официальном канале всегда жизнь и движуха. Можете не сомневаться, вливаясь в это сообщество. Народ сам делает контент по игре и вам будет с кем разделить время. А для вас при регистрации по ссылке в описании есть приятные бонусы. Премиальный танк Т2ЛТ, премиум аккаунт на 7 дней и 400К кредитов. Так что, залетайте. На этом у меня все, ссылка в описании, а мы продолжим. Грю украл кофе и бубле... В смысле, маффин. Затем в беседе с соседом у Грю нет в руках маффина, но зайдя домой, пакет с маффином у него. Грю зашел в гостиную слева, а дверной звонок справа. Причем, после беседы с девочками, он снова заходит слева. Миньоны, общий сбор! Они хотели вбить болванку просто в металл, предварительно его не разогрев, с помощью обычного молотка. Как говорится, ириз варириз. Ириз варириз. Миньоны настолько суровые, что у них вода синяя буквально. Миньоны настолько жесткие, что им нужны 4 монитора со всех сторон для выполнения упражнений. Злодей года. Грю наносит новый удар. Чего от него ждать дальше? Мы украли статую свободы! Маленькую из Лас-Вегаса. Уж не говоря о Бейфилевой башне. Тоже из Вегаса. Я, конечно, не эксперт в злодействах, но вот это убожество, которое зовется Оксимирон, было названо злодеем года? О Грю пишут в новостях, после того, как он украл статуэтку за 2 рубля, угнать тачку, и то злодейство помасштабнее. Что украть? РПГ летает явно быстрее. Ну и как успехи? План удалось выполнить. Ммм, почти. Кусок грязи не оставил на столе среда. Выписывая показания из интернета, масса Луны в итоге стала 7 с лишним тысяч килограмм. Найс. На самом деле, нужно было нормально написать умножить на 10 в 22 степени, а не 1022. И нифига жизнь невозможна на Луне. По крайней мере, с нашими знаниями о возможных формах жизни. Огромный прыжок. Нифига так Full HD 4K разрешение в 69-м. Мы это просто не потянем. Сейчас пойду и возьму кредит в банке. Я там свой. И вы имеете наглость просить у банка заёмы? А при том, что финансовая отдача от ваших злодеев крайне скромна. И какая там финансовая отдача? Чувак украл статуэтку с фонтана и оставил у себя. Как можно получать прибыль, если не продавать украденное? Мне больше интересно, что вектор получил за кражу пирамиды, оставив её у себя. Ледолуч! Ледолуч! Ха-ха-ха-ха! Не, ледолуч не просто создаёт лёд вокруг объекта, к которому прикоснулся. Скорее всего, поток жидкого азота с некими примесями замораживает всё, к чему прикасается. А далее влага из воздуха конденсируется и замораживается. То есть, в итоге, сама голова замёрзла до минус 100 градусов, а то и меньше. Походу, вектор умер. Вот эти тонкие кончики прорезали такой толстый слой потолка. Вау! Самолёт без центра тяжести! Вот так транспорт ГРЮ может летать, только если сам реактивный двигатель составляет процентов 98 от общей массы всего транспорта. Ты? Родить! Пока! Грю! Они разговаривают сквозь толстенные стёкла. На ним! У вектора то же самое с центром тяжести. А, у меня клострофобия! Поэтому у тебя дома вместо обычного лифта очень маленькая кабина на одного человека. И береги нас, пока уснуть. И не... Вау! Дом в изно пропорции! Если комната в принципе настолько широка, то учитывая размер этого окна, комната заканчивается примерно здесь. Что это тогда за окна справа и слева? Крепость вектора Пирамида Хеопса гораздо больше, учитывая то, что она не была подвержена действию уменьшителя. Зачем Грю обычный РПГ, если у него есть бластер, стреляющий плазмой? Огромным баллистическим ракетам не нужен лазерный прицел для наведения. Удачи, девочки! Приют мисс Хетти Оторванные зелёные линзы, хороший такой бинокль. Нет. Тут есть даже списочек свершений. Так, вы удостоены ордена почёта? Что ещё за шутки? Миньоны настолько бешеные, что присылают резюме с автозаполнением, вместо того, чтобы принести готовое. Тень Грю падает на девочек, но в следующем кадре её нет. Получи! Как скукожила! Принцип действия уменьшителя не ясен. Как луч узнаёт, где границы объекта, что нужно уменьшить? Почему он уменьшил лишь раковину, хотя она буквально часть дома? Трубы и пол, к которому раковина прикасается, в теории тоже должны были уменьшиться. Ты играешь с ним как дитя? Да я с ним нет. Оранжевое полотенце и душ были справа от вектора. Теперь вектор направления его взгляда сменился на 180 градусов. Я окончательно запутался. Типа, сначала свет падал с дверного проёма, затем его не стало. При этом, раз свет падал со стороны двери, то почему эти два окна не пропускали свет? Дальше ещё интереснее. Свет падает из окон, которых... нет? Судя по тени, оно слева от Грю, но его просто нет. Воздух тоже можно. А это? Аааа! Время на часах было 12.10, затем 12.11, а после обратно на 12.10. Грю не видел девочек прямо перед собой буквально. При рендере получился эффект лесенки. За это время уже в принципе вся газировка вылилась, и неясно почему вылетевшая газировка не падает на пол. У меня тошнит сцен с миньонами, можно я буду их скипать? Антигравитоник Сером. Учитывая скорость и ускорение его взлета, миньон уже давно должен был покинуть стратосферу. Мне кажется, я чем-то не тем занимаюсь. Наш первый клиент, милый парень, некий вектор. Но он на В. Положено начинать с А. Затем идем к Б. Фигня. Смысл развозить по алфавиту имен жителей, если лучше просто идти от дома к дому. Будет прикольно, если житель на А живет в одном конце города, на Б в другом, В обратно возле А и так далее. Печенье бот ОС. У Грю софт уже версии 1.7, хотя их изобрели вчера. 52 доллара. 8, 9. Получай ровно 52. У Вектора только 10-долларовые купюры. 7, 8, 9 нормально так отсчитывает 52 доллара. Пока. Прикольно. Судя по всему, они сбили камеру на пути, так как на самом вагончике камеры нет. Дай ехать без взрослых. В вагоне Грю был барьер безопасности, но после поездки ее у Грю нет. Грю, у меня к тебе есть разговор. Люблю такие сцены, хоть я не понимаю. Получается, доктор Нефарио стоял здесь столбом и ждал, пока Грю приедет, чтобы сразу же начать разговор? Я хватаю луну, я сажусь на унитаз. Что? Момент. Я сейчас. Алло! Что? Ого! Какой жирный. Классика. Видеочат, хотя у Грю камеры нет. В итоге камера где-то под матрицей телевизора. Мистер Грю! Оф! 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 Еще одна классика. Видеочат типа в виде окна. Хотя в этот момент жирный смотрит не на Грю, а в сторону от своего ноутбука. Прошайте, Грю. То денег нет. Мы построим ракету из подручных материалов. Мировые державы такие, ну да, ну да. Даже если каждый миньон скинет по сотне долларов, Грю получит максимум пару десятков тысяч, что не хватит даже на корпус ракеты. А из подручных материалов запустить человека в космос, это китайская легенда о человеке, что привязал кучу фейерверков на стул и улетел на них в космос. Спойлер. Этот миф был разрушен. Я, конечно, не жарю зефир каждый день, но... Хотя нет, жарю. И по опыту скажу, что, чтобы добиться золотистой корочки, нужно равномерно жарить на умеренном огне. Под таким потоком зефирки сгорят до черноты. В чем, собственно, проблема? Либо нефарио дурачок, что держит инструменты подальше от себя, либо просто не может позвать вместо Грю миньонов, которые для этого и созданы. Новейший девайс! Спрутамет! Обычная пружина, новый девайс. Пепелав. Китай дальше. Вау. Найс пальцы сквозь текстуру страницы проходят. Такая себе идея называть фамильное древо своим именем. А о нестыковке касательно его родителей поговорим в следующих частях. Шутка про жопу за 200. Только что этот карман был закрыт. Опять я могу тебе вверх! Линии электропередач небезопасны, но это не значит, что они бьют всех и вся током, причем с задержкой. Не, просто нет. Грю вылетел из Штатов днем, то есть под ним должно быть светло, но там ночь. Причем солнце светит где-то справа налево, но луну солнце освещает уже откуда-то сверху от направления Грю. Ракеты миссии Аполлон долетали до луны за трое суток. Сегодня побыстрее ракета есть, но точно не за 20 секунд. Луна освещена... А, черт! Проблемы и с луной, и с тенями. Так вот, терминатор это линия, разделяющая освещенную сторону луны и неосвещенную. Обычно она гораздо жестче разделена, а не так, как здесь, рассеянный плавный переход. Плюс темная сторона луны совсем не темная. Есть, конечно, эффект пепельного света, но он не настолько ярок. Земля не такая большая. С луны она будет меньше в несколько раз. Во вселенной гадкого я у луны нет своего гравитационного поля. Так бы Грю упал на нее. А, да, точно. Луна же весит 7 тонн. Грю близко к луне. Грю далеко от луны. Звуки в космическом вакууме. Не, у луны тоже есть что-то типа атмосферы. Там не пустота космического вакуума. Но звук... нет. Волны обычно образуются ветром, а не только приливными силами. К тому же в этой вселенной луна ничего не притягивает. Какие могут быть разговоры о приливах? И, судя по звуку, у чувака во рту наковальня. Держу в курсе. Отдай луну. Откуда Вектор знал, что Грю вернется на выступление? Что уборщик не выкинет бумажку? Что Грю, даже придя, возьмет и повернет записку? Но вам придется прыгнуть! У Грю есть ледолуч, плазменный пистолет. Вещи покруче, чем в Рике и Морте. Но нет элементарно раскладывающейся лестницы. Ускорение свободного падения действует на всех одинаково. Сопротивление воздуха не критично. Что значит, миньоны должны были упасть одновременно с Грю, чтобы его поймать. Попал! Даже если луна и увеличилась после луча уменьшения, ей бы пришлось лететь до орбиты те же несколько дней. При этом не просто вверх перпендикулярно Земле, а в сторону, по кругу, и затем бесконечно на нее падать. Это и есть полет по орбите. Ладно, в этом мире у Луны нет гравитационного поля. Тогда как вектор на ней стоит? Хорошо, у вектора есть надувной скафандр, но его недостаточно для имитации атмосферного давления, как на Земле. Окей, Луна только что вышла в открытый космос. Еще не успела остыть до минус 100 градусов по Цельсию или нагреться до 110. Но вектор уже должен был ощутить близкую к абсолютному нулю температуру космического вакуума. Соглашусь, часть атмосферы Земли могла улететь в космос вместе с Луной, и поэтому мы слышим, как вектор разговаривает. Но вылет столь огромного, плотного объекта за пределы атмосферы проделает большую дыру в озоновом слое, из-за чего часть США будет подвержена губительному влиянию солнечного излучения. Но в следующих частях все персонажи в порядке. Мне не нужен сон. Мне нужны ответы. Интересно, как он за полсекунды пробежал за кадром. Вспоминается, как Стив Роджерс так бегал. Пардон, но где у него уши? Шизо у пацана. Медленно нагревается под радиационным фоном солнечного излучения. Его можно понять. Нет, нет, я не могу. Хватит. О, нет. Нет. Не просят. Надо. Они хотят. Не надо, нет. Они хотят. Нет. Я. Не надо. Я. Мышка меняет расположение между кадрами. Время падения мин не соответствует реалиям. Иглы не выходят из игрушки, как положено, а просто выходят из текстурки модельки. Социальный работник приедет проверить, подходит ли это место для детей. Проходите. В чем смысл миньонам прятаться, как в сцене из Иллюзии Обмана 2, если можно было просто уйти в лабораторию? В отделе, где посвятят себя разработке и тысячи... Разрушители легенд провели эксперимент, запуская снаряд на едущей машине, но в состоянии покоя такое не прокатит. Лаборатория Грю. Мы больше, чем просто коллеги. Мы созданы в результате мутации одной и той же цепи ДНК. Не, фигня. В миньонах 2015 года совсем другая история. Занимайтесь здесь у лаборатора. Сейчас бы сквозь штырь вытащить дочечки. Ммм. 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 Ого! Какой жирный. Субтитры создавал DimaTorzok